всем привет друзья всем привет из севастополя в общем история сложная очень сложная связанная с озоном и связанная с грилем вебер 5750 вот такого красавца я себе взял смотрите у меня рост не знаю будет видно нет в общем по пояс как раз по пояс практически у меня рост 187 сантиметров и вот эта штука ну в принципе если я буду вот таким образом что-то щипчиками этими жарить то в принципе все будет легко не надо будет мне нагинаться это важно в общем смысл в чем вот такая вот штука симпатичная все сделали ручка воздуховоды эти все поранился от божину вот такой комплект я думал будет ли вот этот поддон для масла или не будет в этом комплекте ну и слава богу что дали собрали собрал где-то я его может быть минут за правда не один мне помогали но так чисто держать книжку примерно я его собрал где-то за минут двадцать наверное я так думаю потому что предварительно посмотрел видео людей которые делали собственно говоря покупали тоже делали обзор собирали поэтому мне было конечно проще вот но на вид он конечно такой мощный колеса хорошие продаст вот эти вот втулочки или там как называется чтобы колеса не вылетали в общем вот эти за цепы они как-то не продуманы правда все остальное вроде бы ничего столько осталось макулатуры здесь на самом деле сложного особо ничего нет здесь вот такая штука так и не понял как его ровно сделать он был вроде сделал ровно но в принципе не имеет значения можно его всегда снизу открутить повернуть как тебе нужно вот с этой стороны я конечно удивился что видите здесь нет ни шайбы ничего вот в этом месте но когда вы его там снизу закручиваете там видите просто гайки вот но все получается шикардос интуитивно все понятно тем более есть книжечка вот такая которая в которой все пошагово именно картинками сказано что и как делать ну вот ошибок у меня практически не было в комплекте пришло абсолютно правильно все вот это штуковина для того чтобы собирать уголь и класть в общем вот в эти как они называются по терминам не знаю вот эти штуки для угля вот соответственно соответственно все рабочие значит так вот так вот он открывается вот таким образом что-то я думал что он будет открываться получше наверное вот это вот надо повернуть другую сторону раз попробуем повернули вот так допустим да и тогда он открывается более широко хорошо внутренняя штука внутренняя секция она откроет значит здесь у нас тоже есть для подбрасывания угля штуки вот это кстати решетка она очень тяжелая верхняя прям создает максимальная максимальную нагрузку значит написано сама упаковка сама посылка на упаковке написано где-то я видел 20 килограмм 800 грамм кто-то говорил вот эти вес 20 865 но по весу она где-то килограмм 15 на может быть 12 вот так вот естественно я буду вести уже буду вести непосредственно какие-то видео обзоры уже с подготовки расскажу свои ощущения как она зашло не зашло вот этот вот американский выбор а почему еще не взял китайский потому что он китайский американский все-таки он хорош скорее всего очень много положительных отзывов несмотря на цену достаточно дорогую но общем такая вот интересная вещь не знаю куда его еще прятать но я так думаю что вкуснятина будет замечательная и еще один момент я просто к этому набору попросил своего товарища который работает на заводе он сможет мне сделать вот такой круг с дырочками и небольшой такой типа поддона для жара вот этот жара рассеивать или или как он там называется для того чтобы коптить поэтому все будет очень красиво и очень вкусно всем пока ребята давайте